Так, здравствуйте всем! Как обычно, эфир в дороге, я понятия не имею, сможем ли мы с вами провести его нормально, но я надеюсь, что это будет интересный эфир, и его захочется сохранить. Вот, так что всем добрый вечер! Он не запланированный, у него нет определенной темы, поэтому, как всегда, мы будем говорить с вами на какие-то интересные темы. В прошлый раз мы обсуждали с вами грудь, надеюсь, что в этот раз мы не будем обсуждать с вами половые органы мужчин. Хотя, может быть, и будем. В общем, оставайтесь, эфир обещает быть интересным. Кстати, хорошая новость, у меня больше не пищит парктронник. Знаете, вот как в жизни бывает, я думала, что я повредила парктронник, что его нужно заменить, что его нужно отключить, а знаете, что на самом деле было? А на самом деле нужно было просто поправить номер. И вот, наверное, сколько, недели две я по этому поводу страдала, потом уезжала, потом прилетела, потом записалась на сервис, приехала и поправили номер, и даже денег не взяли. И вот так в жизни бывает очень часто, когда ты считаешь, что у тебя гиперогромная проблема, ты об этом думаешь, боишься к этому приступить, а оказывается, что просто, знаете, нужно взять вот и штору закрыть, и все, и по утрам становится хорошо спать, ну или что-нибудь такое. Вот, поэтому сегодня я с удовольствием поотвечаю на ваши вопросы, поговорю с вами обо всем на свете, о полезном, о хорошем, о том, что настроят вас на нужную волну. В общем-то, не умею и не люблю думать, что плохое. Кстати, у меня хорошая новость, но я ее не покажу, кроме бумажки. Я только что купила новый Apple Watch. Вот, хотела их быстренько, значит, тут подключить, но забыла, что Apple это не совсем про быстренько. Поэтому Apple Watch отправились заряжаться вместе с моим мужем. Ну, муж в смысле, не заряжаться, а домой. Вот, я отправилась за детьми. И именно по этой простой и замечательной причине я могу с вами пообщаться. Все, все вам рассказала. Вот, я очень надеюсь, что вы, кроме улыбочек и прочих вещей, будете все-таки подкидывать темки для разговора. Я знаю, что вы любите меня слушать, что я как та птичка, которая отличается умом сообразительностью и может трындеть сама. Вот, знаете, идеальная тема для радио-диджея. Сам себя веселить, сам с собой разговаривать. Вы, кстати, когда-нибудь вообще видели, как работают диджеи? Бывают студии еще классные, которые вы по телеку видите. Иногда не по телеку, а не трансляции делают. А бывают студии. Ребята, это просто похоже на комнатушку с компом. Так вот раньше начиналось. Когда-то в Украине была очень модная радиогала. И вот это выглядело вообще, знаете, как я сижу в маленькой комнате и сам с собой трындю. Ну вот, я бы могла построить карьеру на этом, но благо построила ее на другом. А вы продолжаете ставить какие-то замечательные лайки. Значит, кто не в курсе, я занимаюсь тем, что помогаю другим людям понять, каким образом наши мысли связаны с нашей реальностью. И каким образом менять свою реальность и любую ситуацию, в которой вы в жизни оказались, благодаря изменению своих мыслей и, в общем-то, сменой тех убеждений жизненных, которые у нас есть. Потому что именно наши жизненные убеждения, то, во что мы верим, и определяют ту реальность, которая с нами случается. Точнее, мы сами ее, как я люблю говорить, случаем. Я уже вижу вопросы. Сейчас я остановлюсь на секунду, потому что читать же за рулем опасно. Говорить за рулем не опасно, а читать все-таки опасно. Так, вам Apple Watch большие или маленькие драйсы? У меня были 40 мм, и я купила тоже 40 мм, ну просто потому что у меня маленькая ручка, вообще очень худенькая, если вы не в курсе. Так, это был очень интересный вопрос. Как постоянно быть энергичным, постоянно хочется спать? Смотрите, значит, тут есть разные вопросы. Ну, во-первых, это, конечно, и вопрос вашего здоровья в том числе, потому что, возможно, у вас есть какие-то для этого причины. Но чаще всего это банальная лень. Первое правило гласит, если у вас вялое тело, вы не будете энергичным. Ну вот на тренингах, например, на любых выступлениях, я всегда выхожу и начинаю качать людей физически. Качать в смысле заставлять поднимать, двигаться, кричать, разбудить свое тело. Я никогда в жизни не видела ни себя, ни кого-то другого, находясь в состоянии вот в таком вот долгом, очень бодрым и энергичным. Спорт качают, у вас должна качаться кровь. Поэтому самое простое упражнение, которое вы можете сделать, это вы включаете какой-то классный качающий трек, который вам нравится, или просто верка сердючка, это, кстати, идеальное для этого дела, и одну песню конкретно лобайте, по полной, вот так вырубаете. Я вам могу дать 100%, что вы очень конкретно проснетесь. Я вам скажу, что такое упражнение делают спикеры перед выходом на сцену. Я перед выходом на сцену всегда прыгаю, бегаю и бью себя. Бью себя, вот так вот хлопаю, можете сейчас попробовать, для того, чтобы пришла кровь, для того, чтобы вы были в ресурсе. Поэтому спорт обязательный. У меня сейчас спорт 5 раз в неделю. Вот я хотела завтра 6 сделать, не знаю, еще, потому что завтра турнир в Еван. Это обязательный момент. Как говорится в здоровом теле, в здоровый дух, поверьте, это мега связано. Второй момент, это то, чем наполнена ваша жизнь. Нравится ли вам ваша жизнь? Конечно, если ваша жизнь вас угнетает, все не нравится, у вас дерьмовые отношения, дерьмовая работа, вы сами собой не занимаетесь, конечно, вы будете киснуть. Помните историю самую простую про влюбленность. Когда мы влюбляемся, начинается вот этот самый огонь. Когда нас начинает штырить, рвать, когда спать не хочется, жрать не хочется, ничего не хочется, хочется только его или ее. И вот о нем думать, писать стихи. Вот эта история тоже самая. Увлечение, увлечить, увлечитесь, увлекитесь. Я, например, увлечена своей жизнью, я увлечена тем, что я делаю, я увлечена своими целями, поэтому я, в общем-то, энергичная. И отсутствие энергичности – это показатель того, что вас ничего не увлекает, вам ничего не надо. Значит, нужно заняться не энергичностью, а заняться истоком. Всегда нужно находить корни, причину, не то чтобы проблем, а причину того, почему происходит что-то не так. Всегда есть причина. Плохое настроение – это не причина. Причина – это не сложившаяся любовь, не сложившийся секс, не сложившееся количество денег, а плохое настроение – это следствие. Вот и все. Устанавливаем всегда причину-следственную связь, задаем себе смелые вопросы. Не говорим, что, блин, я не энергичный человек. Нет, все энергичные люди. Вы просто человек где-то ленивый, вы человек, который не хочет в себе покопаться, вы человек, который принял решение, что ему проще быть таким. А я приняла решение, что мне проще быть живой. Вот и вся между нами разница в принятии решений, не в энергии. Энергия у нас с вами одинаковая. Так, вы встаете очень рано, в котором часу заканчивается ваш рабочий день? Ну, чаще всего 10-11 часов сейчас. Я встаю вообще на самом деле в разные периоды жизни, в разное время, но я приехала с Мальдива сейчас, и там было на 3 часа больше, чем здесь. В общем-то, я перестроилась по времени в то, чтобы вставать раньше, и сейчас я стараюсь вставать в 5.40, 6 часов утра максимум. Почему? Во-первых, потому что в это время я могу встать и сделать те дела, которые мне нужны. Я делаю ментальные практики, это обязательно потом я собираюсь. Сейчас я сама вожу детей в школу, и в 8 утра иду на первую тренировку, точнее вообще на единственную тренировку в день. Почему в 8 утра? Потому что мне это очень удобно. Во-первых, это меня дисциплинирует до 8, встать, помыть волосы, привести себя в порядок, быть в ресурсном виде, не стесняться включить камеру, или там, ну, я все равно так или иначе контактирую с людьми. Второй момент. В 9 утра у меня закончилась тренировка, и все, я уже знаю, что я уже потренировалась, я энергичная, я заряженная, у меня нет вот этого, господи, как же мне сейчас попасть на тренировку, в какое-то время, это на это надо потратить полдня. У меня нет, это уже встроено, это уже сделано, и я чувствую, что я офигенская. Я потренировалась, у меня классное тело, у меня прокачанный пресс, у меня шикарные ноги, у меня хорошее настроение, я уже молодец. День только начался, а мне уже есть за что себя похвалить. Это очень важный момент. Вот, поэтому это меня очень сильно дисциплинирует, и тогда мой день, когда я приезжаю, мне не нужно думать, господи, надо еще позавтракать, покупаться, уже все, я уже включена, я уже начинаю работать. И меня это очень качает. Ну, то есть, для меня это важно. Мало того, когда я встаю обычно там в 5.30, я делаю практики, потом я смотрю все свои чаты, у меня большое количество чатов рерайтера жизни, клуба, смотрю, записываю какие-то ребятам сообщения, иногда готовлю посты на утро, потому что их тоже нужно выдавать в инстаграме, планирую свой день. И получается, что наступает там 6.30 утра, а у меня уже есть четкое видение моего дня, уже есть сложные задачи, уже готовые посты, уже как бы жизнь моя идет. А не так, что я только в 10 утра встала, там и начинается, вот, нет. Плюс у меня есть дети, у которых очень активный график, вот сейчас я еду за Евой, например, у нее заканчивается Индив в 7 вечера, по Киеву, вот сейчас пол седьмого. У меня в очень активном графике дети, и мне необходимо быть в 2 раза эффективнее еще. Вот сейчас у меня в феврале, у детей начинаются сборы, соревнования, и я начинаю кататься с ними. У меня полмарта не будет в Киеве, потому что я буду кататься все время где-то с детьми. Но работу-то мою никто не отменял, соответственно, я встраиваю это в свой график, и мне нужно быть там в 3 раза эффективнее, чем обычно. Еще по мне неплохо перестроиться в левый ряд. Пока я на ГАИшни готов не наткнулась, сейчас, ребят, я это сделаю, потому что я еду по транспортному ряду, очень хорошо, конечно, но не сильно. Так, добрый вечер, Оля, занимаетесь ли вы в группе или индивидуально? Я занимаюсь в группе. Я вам скажу, я очень много времени занималась индивидуально и вообще считала, что это мой формат, пока я не попала в студию, попробовать, где именно групповые занятия. У меня офигенный тренер и очень мощные группы. Девочки просто вообще огненные. Это очень заряжает, когда в 8 утра тебя окружают еще 8-9 огненных, красивых, стройных девочек, которые как спецназ. Ты понимаешь, что просто у нас спецназ, настолько сильные девчонки, и это очень мотивирует, заряжает, и мне сейчас нравится, я уже пару лет, наверное, занимаюсь в группе, и мне очень это нравится. На шпагат тоже я хожу в группе, на шпагате как бы, ну, шпагат это тоже то, что мотивирует. Я тоже занималась индивидуально изначально растяжкой, даже, наверное, года полтора или два, вот, а сейчас занимаюсь в группе, и мне это тоже нравится. Какая ближайшая цель, кроме машины, вы имеете в виду финансовая, а я не ставлю себе как бы финансовых целей. У меня сейчас цели другого порядка, другого формата. Не то, чтобы меня финансовые цели не заряжают, я уже очень многое могу себе позволить. А, например, там сейчас на что-то такое огромное, ну, у меня классная жизнь сейчас, у меня, в принципе, не цель постоянно ставить себе купить новое жилье или новую машину, я как бы классно живу. У меня сейчас цели немного другого порядка. В других масштабах измеряются, а не в материальных. Вот, я не хочу об этом говорить, я достаточно часто об этих вещах говорю, ну, просто нематериальные, скажем так. Так, где можно найти ваши ментальные практики? Подскажите, пожалуйста, можно найти, когда вы придете на марафон Рерайтер жизни и начнете у меня учиться. Вот, можно там все будет находить. То есть, это уже история про погружение, про систему, туда бесполезно прыгать с бухты-барахты, потому что это системный подход. Так, ребята, я перестроюсь. Это уже системный подход, поэтому приходите на Рерайтер жизни и все, найдете. вас часто узнают и подходят на улице. Честно говоря, да. Учитывая то, что я не человек из телевизора, то да. И это меня поражает, потому что куда бы я ни летела, в какой бы стране я ни находилась, в какой бы отель я ни попадала, всегда люди есть, которые меня знают. И стюардессы, и очень разные. И на улице, в Киеве, естественно, тоже. Но честно вам скажу, я очень благодарна людям, которые ко мне не подходят, потому что не всегда я готова встретить их во всеоружии. Ну, то есть, как бы ты же живешь какой-то своей жизнью, но тем не менее, конечно же, приятно, и это тоже стимулирует тебя и выглядеть соответствующе, ну и вообще, это приятно, конечно, да, узнают. Я хочу в марте записаться на рерайтер жизни. Прекрасно, но в марте не будет рерайтер жизни. Вот видите, вы собирались, собирались, а в марте как раз рерайтера жизни и не будет. Уходим на каникулы. Вот, у нас сейчас, в общем, не будет в марте. Пока ничего не рассказываю, но в марте его не будет. Так, все, тут ответила, тут ответила, тут ответила. Замечательно. Так, у нас еще даже с вами есть время. Отлично, у нас есть время. Я пока просто все смотрю и вижу, что нет у меня воды. Хотелось бы попить. Что вам еще интересного рассказать, думаю, такого подзаряженного? Будет в апреле. Вот узнаем, что будет в апреле. Сегодня, знаете, такой мир изменчивый, что что будет в апреле, пока неизвестно. Сколько в среднем стоит месяц вашей жизни? Да какая разница? Я понимаю, что все очень сильно хотят всегда врываться в чужие карманы. Сколько это стоит? Вы понимаете, вот, ну, скажем так, в какой-то определенный период времени нас даже учили тренеров всегда, людей, которые публичные, рассказывать о своих доходах для того, чтобы другие люди стимулировались и хотели столько же. У меня сейчас не стоит задача подвешивать людей под цифры, потому что вопрос не в деньгах. Ну, он в них, но не только. Вопрос в том, что деньги – это следствие. Вы должны понимать, что до тех пор, пока внутри у вас каша, пока у вас внутри страдания, пока у вас внутри страхи и так далее, деньги не приходят. Это важно понимать. То есть, либо они приходят через очень большое сопротивление. То есть, это, как, знаете, вот пытаться набрать воду в дырявую бутылку. Она как бы льется, но тем не менее все время что-то вытекает, даже если дырочки небольшие. Поэтому я могу вам сказать, что у меня достаточно дорогая жизнь, но тем не менее мне есть каким образом ее удорожать. Вот. И сейчас там хвастаться вам какими-то цифрами это немножко не про эта история. Я всегда стремилась к тому, чтобы зарабатывать больше, чем тратить. И в какой-то момент я поняла, что я просто действительно очень много и неправильно трачу, что зарабатываю я много, а трачу ужасно. И на самом-то деле, вот эта финансовая дисциплина, это не то, что нужно переставать тратить, это то, что нужно понимать и уважать деньги, и уметь правильно ими распоряжаться. Это, вы знаете, как вот любовь, как отношения. Вот любовь любовью, страсть страстью, но тем не менее есть какие-то определенные правила игры, точно так же, как бы и в деньгах. И у меня скорее идет обучение тому, чтобы научиться правильно распоряжаться деньгами. Это значит, не разбрасываться ими, не покупать то, что тебе не нужно, не, знаете, как у людей есть деньги, они начинают там какую-то рекламу дурную тратить. Я знаю цену деньгам, потому что я их зарабатываю, я их не рву с кустов. Вот, поэтому многие люди, когда смотрят на тебя, и думают, ой, ну у них же есть деньги, ей что, жалко, что ли, заплатить? Она что, жлобиха? Запомните, состоятельные люди, это умные люди, это люди, которые очень много трудятся, это люди, которые очень много работают над собой, это люди, ну, они достойны уважения, просто поверьте мне, это не люди, которые где-то нарвали это или наворовали это. И умение распоряжаться деньгами и определяет, сможет ли ты стать по-настоящему успешным человеком. Ну, вот так вот вам, закрутила. Подруга сказала, что я, чтобы я раскошелилась ей на свадьбу, посоветуйте, как будет. Ну, я вам скажу, что ваша подруга, конечно, молодец, что она так сказала, ну, как бы наглость, наверное, как говорится, второе счастье, но я бы отталкивалась не от того, что говорит ваша подруга, от того, что хотите сделать вы, какое решение принимаете вы. У каждого из нас есть какое-то понимание собственного бюджета, которое мы готовы распорядиться на подарок сегодня, да, и наше желание. Например, у меня может быть очень много денег, но не быть желания сделать для этого человека что-то такое. А может быть, не очень много денег, но есть огромное желание, мне хочется что-то сделать. Никогда не ведитесь на то, что вам говорят другие. Тем более, вот для меня, например, это очень отталкивающий формат, если мне говорят, вот ты должна мне раскошелиться, я тогда вообще, я приду и подарю, скорее всего, цветочек. Ну, то есть, я вообще вот такой человек, мне, если говорить, вот делай так, я никогда так не сделаю, я сделаю всегда по-другому, я терпеть не могу, когда мной управляют, вообще ненавижу, особенно в финансах. Знаете, типа, вам что, жалко заплатить за этого человека? Почему она решает, что делать? Поэтому всегда будьте самостоятельным человеком. Вот, если ваша подруга за это будет обижаться и распоряжаться, значит, она не ваша подруга, она ваш манипулятор, управленец, это как, знаете, истерии того, когда люди обижаются, что вы делаете не так, как они хотите, как они хотят, алло, а они делают не так, как вы хотите. Это очень часто навязанное чувство вины, да, особенно взрослыми людьми, когда говорят, я для тебя, а ты, если ты меня любишь, то ты не будешь встречаться с этой девушкой. Если ты меня любишь, что это вообще за манипуляция такая жесткая? Родители так очень любят манипулировать, особенно своими взрослыми детьми. Это называется манипуляция. Вы манипуляцию отпускаете, понимаете, что ты человек манипулятор, это его личная проблема, к вам она не имеет никакого отношения. Вы говорите, мамочка, я тебя люблю, я буду делать так, как я считаю нужным. Машенька, я тебя люблю, но я сама приму решение, какой подарок тебе подарить. Мне кажется, что таким человеком быть гораздо честнее и удобнее, потому что многие говорят, я так не могу, как вы, но вы так, как я-то не можете, конечно, но вы из-за этого паритесь, страдаете, обсуждаете, какая ваша подруга плохая, сами думаете, а своей подруге плохо, зачем она вам надо? Вы хуже, чем я, потому что я говорю правду, ну, и говорю вам сказать правду, а вы там себе накручиваете. Я очень много лет наблюдала за взрослыми людьми, за подружками своей мамы, знаете, как они в лицо говорили одно, а потом тут же звонили друг дружку и рассказывали о том, что как вот этот человек поступил неправильно, и все его обсуждали. Ну, зачем вам это надо? Живите своей собственной жизнью, принимайте решения, как вы хотите, и не парьтесь дурными вещами. В то время, когда вы паритесь дурными вещами, вы не строите свою классную, яркую, легендарную жизнь. Вы должны это понимать. У вас всегда есть выбор. Либо у вас яркая, легендарная жизнь, либо вы паритесь. Сейчас, друзья, я запаркуюсь, когда попробую так запарковаться, блин, не встанут классно. Поехали. Поеду с вами поболтать. Сюда встану. Сейчас я остановлюсь, и мы сможем с вами по-человечески. Что-то было? Что-то было. Так, окей. Можно сейчас записаться на февраль? Нет, уже тоже нельзя. Можно купить только версию про. Если вы хотите, можете написать, потому что у стандартной версии уже закрылся доступ к первым урокам. На Мальдивах много работали? Ваши девочки не испытывают дефицит общения? Нет, конечно. Конечно же, не испытывают. Они дефицит общения, они находятся все время с нами, и нет. Конечно же, нет. Дети тоже, это же не значит, что много работали, и мы не уделяли детям внимания совсем. В нашем случае наша жизнь неотделима от того, что мы делаем. Наши дети принимали в этом активное участие. Если можно назвать работой, фотосессии, съемки, в которых дети принимали активное участие, веселились с нами, катались на корабле, ловили что-нибудь, кормили акул, то как бы, да, дети испытывали дефицит внимания. Чтобы начать новое, надо закончиться старым, иначе никак, правильно ли? Да правильно так, как вы решите. Просто смотря, о чем говорить, сложно начать новые отношения, если вас тяготят старые, да, сложно уделить внимание новой работе, если вы уделяете внимание старому. То есть, тут как бы история только про это, а во всем остальном, ну, вы сами определяете, как вы решите, так и будете. Ваше сознание создает вашу реальность, то, что вы поверите, станет вашей реальностью. Нету правильного или неправильного. Если вы умудряетесь жить с бывшим мужем и крутить роман с новым, то прекрасно, и вас это устраивает, и все замечательно, это хорошо. Если вы не умудряетесь этого делать, и вас это тяготит, ну, значит, для вас это нехорошо. Все очень субъективно, подбирайте, как вам удобно. Подруга сказала, чтобы, ага, это я уже ответила про подругу. Какие рассматриваете инвестиции, кроме рерайтера? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не рассматриваю никаких инвестиций, кроме рерайтера. Если вы имеете в виду, куда я собираюсь инвестировать деньги, то только в себя и свой продукт. У меня очень большие планы. Мне не интересен бизнес, а-ля купить квартиру и сдавать. Это не мои цифры. Мне гораздо интереснее зарабатывать другие деньги и интересно их зарабатывать. Я не из тех людей, которые хотят накопить миллиарды и сидеть на них. Мне интересно жить, мне интересно развивать собственный потенциал. Я не знаю, когда я умру, понимаете. Мне интересно себя прокачивать, а не покупать себе кучу недвижимости, сдавать это и зарабатывать деньги, которые я никогда в жизни не смогу потратить. Зачем? Я лучше буду собирать людей, стадионы, помогать другим людям менять их сознание, ездить с турами. Я лучше буду вкладывать деньги в то, что приносит мне кайф и пользу другим людям, нежели покупать эти замки, яхты для чего? Зачем? Ну, чтобы заработать еще больше денег? Зачем? Что с ними делать? Ну, я, например, для меня это вообще не имеет никакой ценности. Мы все умрем, все равно, голые боссы, точно такие же. Мне будет похер, когда я умру, в чем я там буду лежать, понимаете, даже. Будет у меня белый гроб или какой-то другой, можно вообще без этого делать. Поэтому я такой дурнёй, ну, это не мои ценности. Как разрешить себе иметь что-то, с чем столкнулись вы, как справились? Я не знаю, у меня не было никогда такой проблемы. Я всегда хотела иметь все, самое лучшее для себя. Я не понимаю этой проблемы, как можно себе чего-то запрещать, и не понимаю. То есть это, ну, я не понимаю, как вы так живете. Это вы мне должны объяснить, как себе можно запретить, когда столько всего есть. Непонятный для меня вопрос. Так, как вам можно задать вопрос? Вот задавайте. Меня за то, что я говорю правду в глаза и не любят. А вы так не говорите. А меня любят за то, что я говорю правду в глаза. Это тоже ваше убеждение. Кто-то не любит, а кто-то любит. Вот меня все любят. Я раньше тоже говорила, меня никто не любит, я для всех тяжёлый человек. Зачем? Меня все обожают, я очень любкий человек. Я вообще считаю, что я лучшая подружка, причём даже на расстоянии. Я никогда не буду осуждать, что бы вы мне не рассказали. Вообще, вот вы мне можете прийти и рассказать такое, что все остальные бы вас забросали помидорами. Я никогда этого не сделаю. Ну, единственное, к чему я плохо отношусь, это если вы что-то плохо делаете по отношению к своим детям. Это мне непонятно. Но если это касается отношений, работы, себя, например, вы скажете, я себя чирикую спичками, дерусь я кожу. У меня была, кстати, девочка, одноклассница, она себя резала лезвием. Я могу понять вообще всё. Вот правда всё. Кроме какого-то голимого отношения к детям, это для меня неприемлемо. Всё остальное, поэтому я вообще очень лёгкий человек. Мне кажется, со мной найти общий язык очень хорошо. Инфантильность, это на всю жизнь или можно себя изменить? Себя можно изменить, и мы себя меняем. Мы в процессе жизни меняемся. В зависимости от того, в какие ситуации мы себя бросаем, какие цели мы перед собой ставим. Я, например, за жизнь изменилась много раз уже, неоднократно. И, например, та Оля, которая была 10 лет назад и сегодня, та Оля, которая была 5 лет назад и сегодня, та Оля, которая была год назад и сегодня, это разные Оли. Так, где вы научились так красиво разговаривать? Я просто каждый день это делаю. Это называется навык, навык своего, точнее, тренировка своего навыка. Если вы будете что-то каждый день делать, то вы тоже научитесь. Спасибо большое. Так, спасибо, спасибо. У ваших девочек плотный график, когда они успевают с домашними заданиями по школе? Это для меня тоже загадка, но успевают. Успевают, у Евы пока нет супер каких-то заданий, это первый класс. Вот, Алиса успевает, ей очень нравится. Вы знаете, я знаю одно, что вот успевать в детстве сильно проще, чем успевать во взрослом возрасте. Если вы в детстве не можете успеть школу и кружок, то говорить о том, что во взрослом возрасте успеть детей, карьеру, семью, себя и так далее уже не приходится. Понимаете? Вы не научитесь автоматом быть успешным человеком во взрослом возрасте, если вы в детстве не начали этому учиться. Не начали учиться быть дисциплинированным, не начали учиться распределять свое время, свои силы, свои ресурсы, ставить цели. Это не приходит с тем, что тебе 20 лет, а ты опа и научился. Вот и все. Я с детства была вот такая. У меня было в детстве гораздо больше кружков, плюс у меня было полтора часа утром в школу и из школы. И не на машине, а на троллейбусе и на метро. И ничего страшного, видите, выросла хорошая девочка. Вот. Поэтому я не хочу своим детям делать какое-то такое, знаете, тепличное условие. Мало того, я же наблюдаю за детьми и вижу, что когда, например, был карантин и где-то там не было еще онлайн занятий, дети сходили с ума. Все должны быть заняты. Мы должны реализовываться. Мы через действия с вами становимся счастливыми. У нас что-то получается. Мы достигаем каких-то целей. У нас появляются новые навыки. Дети приходят и говорят, смотри, чему я научился. Смотри, как я умею. Смотри, что у меня получилось. А если вы сидите и деградируете на диване, то у вас такие же вопросы, как были в начале. У меня нет энергии. У вас ее потому и нет. Энергия, она идет от энергии. У вас есть энергия, вы притягиваете еще больше энергии. Вы не энергичны. Энергия откуда к вам не приходит. Вот и все. Почему нет агентства идеальной свадьбы? Потому что мне неинтересна свадьба уже давно. Кто бы по знаку зодиака? Я лев. Родилась в год свиньи. Так. Имеет большое значение твое окружение. Окружение создаете вы, если вы рухлят, то рядом с вами никогда не будут интересных людей. Вот вы не будете никогда в моем окружении, если вы неинтересны. Но если вы интересны, сами по себе, без своего окружения, вы притянетесь к моему окружению. Понимаете принцип? Мы всегда ищем, мы сами неудачники, и мы ищем удачное окружение. А зачем вы успешным людям? Успешные притягивают успешных. Поэтому изначально вам нужно кем-то стать, а затем создастся ваше окружение. По-другому нет. Ольга, какой у вас бизнес? Почитайте в шапке моего профиля. Расскажите о своей любимой технике силы разума. Интересно. Не хочу. Как забыть бывшего? У нас были очень красивые отношения, мы только дружили, но знали, что любим друг друга, мы даже не целовались, родители были против, что мы были вместе, пришло расстаться. Вы знаете, у вас сейчас прекрасная история и прекрасные воспоминания о ней. Скорее всего, если бы вы начали целоваться, у вас бы начался секс, отношения, в какой-то момент он бы вас обязательно назвал дурой, вы бы почувствовали, что ваше сердце разбито, и эта бы история, поверьте, превратилась в ту, которых у вас будет еще в жизни много. Поэтому сохраните эту историю как красивую в коробочке, запишите ее себе, и пусть она для вас будет вот такой, знаете, идеальной, сакральной историей мечты. Потому что в реальной жизни, как ни крути, в реальной жизни круто все, но иногда не хватает вот этих историй. Вы знаете, я некоторые истории в своей жизни переделывала. Я брала что-то, что было хорошее, стирала все, что было плохое, и добавляла обвертку. Потому что нам всем иногда, помните, как история про сгущенку из детства, сгущенка в детстве была вкуснее, сейчас покупаешь сгущенку и говоришь, не та. И вот у нас часто есть воспоминания о чем-то прошлом, такое, что нам кажется, что это было лучше, потому что нам хочется в это верить. Поэтому я думаю, что эту историю вам нужно себе сохранить. Вы, скорее всего, еще молоденькая, и это очень прекрасно. Поверьте, у вас все еще будет очень много, неоднократно, разного. А это пусть будет вот вашей такой мимими. Я вас прекрасно понимаю, я была очень влюбчива, я тоже помню все свои чудесные какие-то воспоминания, они уже на грани ощущения, это уже не лица, не имена, не люди, это просто какое-то что-то такое очень-очень приятное и классное. Тошнит от любимого дела, не пойму почему. Наверное, оно не такое любимое, знаете. Да, не овал там, наверное, не такое любимое. Вот от совсем любимого не очень-то и тошнит. Я думаю, что там дело в чем-то другом. Господи, где мне воды найти? Тик-так. Ладно, обойдемся тик-таком. Вы употребляете сахар и глютен? Да, я все употребляю. Я не делю продукты на сахар, не сахар. Я, честно вам скажу, я употребляю, ем с кофе и вообще совсем сахарозаменитель. Говорят, что это не очень полезно совсем, но я так делаю. Вот. А так в целом я не, ничего не заменяю особо. Ну, то есть, если есть сахарозаменитель, я в кофе брошу сахарозаменитель. Если нет, я положу сахар. Я не, не то чтобы не ограничиваю, но я не хожу в продукты, да, где там есть здоровые продукты. Нет. Я играла в это все, тоже этим всем занималась, потом перестала. Ну, сейчас я ем все. Вот, только что я была в Макдональдсе, но уже не только что, часа два назад, и купила, значит, там, помимо кофе, появились пирожки, кто из Киева, из Украины, потому что у нас разное меню с вами в разных странах, там. Короче, пирожок появился с шоколадом и с соленой карамелью. Я привезла Сережу, говорю, сейчас я тебя отвезу в классный рест. Привезла и купила ему пирожок. И себе. И съела. И вкусненько. Ваши дочки учатся в частной школе? Нет. Мои дочки сейчас учатся в обычной школе, но со следующего года мы должны перейти. Должны перейти. Сейчас у нас будут тесты в феврале. И если все сложится, то мы перейдем. Даже отвечу вам на вопрос, почему. Два ответа есть. Ответ первый. В ту школу, в которую находится у меня, мы не можем попасть. Ну, в нее вообще мало кто может попасть. Это очень странная история. Короче, школа, в которую непонятно, как попасть. То есть, ты приходишь на собеседование и потом тебе присылают по электронке ответ. Даже не твой ребенок. В общем, собеседование мало кто в нашем районе проходит. это непонятная история. А вторая история, это то, что я не могла платить за школу. Когда дети пошли в школу, у меня не было достаточного количества денег, для того, чтобы я могла спокойно оплачивать обучение. Поэтому мы пошли в обычную школу, для того, чтобы пока учиться в обычной школе. Я как бы не стесняюсь этих вопросов абсолютно, потому что, да, у меня были такие периоды жизни, когда я не знала, как за квартиру заплатить. Жизнь была всякая у меня, и мне пришлось многому научиться, для того, чтобы понять, в чем были мои проблемы, почему у меня были такие перепады. И я очень благодарна этому, потому что сейчас я точно знаю, что больше со мной такого не повторится, и я знаю причинно-следственную связь. Поэтому в этом году, да, мы планируем переходить. Просто не говорю, что мы точно переходим, потому что такие вещи говорятся тогда, когда мы уже точно заключили контракты и так далее. То есть в данном случае сейчас вопрос не финансовый, а вопрос просто уже наших схождений. Мы были уже в школе, мы выбрали школу, уже как бы приняли решение. Вот сейчас у нас в феврале должны быть тесты. Как вам удается быть в такой отличной форме этой генетикой? Вы видели мои фотографии? Генетики видели? Бабушка 120 килограмм, вы меня видели? Жорненькая. Ну, поищите у меня в ленте. Нет, это не генетика. Это работа над собой каждый день. Я каждый день тренируюсь. Я каждый день внимательно слежу за своим весом. Я каждый день взвешиваюсь. Я каждый день контролирую свои 500 грамм в одну или в обратную сторону. Каждый день, когда я поправляюсь, я на следующий день худею. Это постоянно работа над собой. В неделю я в среднем 5 часов провожу в тренировках жестким. Вот и все. Поэтому попробуйте. Друзья, генетика, наверное, существует у кого-то. Но с моей позиции мне говорили, что у нас такая генетика, что у нас крупная кость, у нас все толстые. Вот так мне объясняли и мою полноту и так далее. Но мне захотелось доказать обратное. И сейчас я знаю, что крупные кости не существуют в принципе. Существует голодный рот, существует отсутствие дисциплины. Вообще дисциплина для меня это самое главное. Сила воли и дисциплина. Сила воли это то, что тебя настраивает, дисциплина это то, что ты делаешь регулярно, постоянно. Думайте мне, когда я в 5.30 просыпаюсь и думаю о том, чтобы пойти в зал, меня это будоражит от счастья всегда. Не, не всегда. Особенно, когда холодно, там голодно. Но тем не менее, знаешь, что если я хочу выглядеть так, как я выгляжу или лучше, мне нужно работать. Ну вот я иду и работаю. Побеждает мое желание быть красивой, нежели мое желание поспать. Все, все очень просто. Попробуйте, у вас получится. Вы такая открытая, прямая, смелая, сильная, умная, красота. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, мне очень приятно. Красивая улыбка. Спасибо. И улыбка у меня красивая наконец-то. Все красиво. При беременности принимали горячую ванну. Это, знаете, самый неожиданный вопрос сегодня. Я последний раз помню, как я с Алисой приняла ванну, и оказалось, что я рожаю. А я, простите, вышла из ванны. Из меня все течет и течет, течет и течет. Думаю, нихера себе я полежала в ванной, что же оно сколько течет. Потом из меня так думаю, бляха, муха, я что всю ванну проглотила. А оказалось, воды отошли. Вот, такую историю из жизни помню. Друзья, я рожала последний раз шесть лет назад с половиной. Вы что, думаете, что мы и правда все помним? Вам не сложно рано просыпаться? Сложно. 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 Рано просыпаться сложно, тренироваться сложно, быть худой сложно, много работать тоже сложно, жить сложно, но я обожаю все это, и мое обожание, моя любовь, моя работа над собой делают это все классным и кайфовым. Все с удовольствием. Самое главное это определить для себя. Если совсем сложно, можно порезать вены, но это такая грязная штука и вашим близким будет неприятно. Поэтому лучше где-нибудь сделайте это по-тихому, если сильно сложно. А если как бы не настолько, то тогда примите для себя на веру убеждение, что жизнь охуительная штука. Вот сейчас я знаю, сейчас обязательно кто-то мне напишет, господи, Оля, не ругайтесь, но она правда такая, понимаете? И от того, каким образом вы себя настроите сами, как вы для себя решите, так вы ее и будете видеть. Если вы ее будете видеть как постоянную депрессию, страдания и находить вечные причины, почему эта жизнь дерьмовая, то она у нас такая будет всегда. Она не изменится с возрастом, она не изменится вот со следующим прогнозом погоды, гороскопом, временем года. Нет! Она изменится только тут. Как стать интересным человеком? А вы себе задайте этот вопрос, кто для вас интересный человек? Кто для вас интересный человек? И потом подумайте о том, чего вам не хватает для того, чтобы этим человеком стать? Ведь интересный человек, вот поверьте, на этот эфир будут, например, в ютюбе для незнакомых людей кто-то напишет овца, иногда пишут тупая дура овца, а иногда пишут Оля, спасибо огромное, вы мне открыли глаза. Вопрос всегда мы видим через свой субъективный мир, понимаете? То, что у нас есть внутри, так мы и видим. Ну, плюс, естественно, накладывается человек, он нам нравится, не нравится, интересна ли нам его тема и так далее. Поэтому определите для себя, кто для вас есть интересный человек и чего вам не хватает для того, чтобы этим человеком стать, а дальше составьте план действий. Что необходимо сделать, чтобы быть этим человеком? Я, например, всегда восторгалась людьми, которые умеют классно говорить, и я себе поставила цель научиться классно говорить. Я восторгалась людьми, которые находятся в классной форме, которые классно выглядят. Мне безумно нравятся девочки, которые идут с детьми выше их роста, мальчиками или девочками, а при этом фигура у них еще круче. И я решила быть такой мамой. Я приняла для себя решение, какой я хочу стать. Что я хочу, чтобы другие люди испытывали, находясь рядом со мной? Какой посыл я хочу людям давать? Вот мы расстались, а что человек должен в итоге ощутить после меня? И когда я этот план для себя сделала, я поняла, что мне необходимо для этого делать. И все. И так определяется ваша жизнь. Так. У меня нет выносливости спорта. Что можете посоветовать? Тренироваться. Знаете, вначале выносливости нет ни у кого, а потом она появляется. Тренировки во всем. Я не умею говорить по-английскому, на английском языке точнее. Что вы мне посоветуете? Я не умею петь. Что вы мне посоветуете? Я плохо вожу автомобиль. Что вы мне посоветуете? Я плохо делаю пальцем вот так. Не поверите. Ответ всегда один. Тренируйтесь, мать ваша. Тренируйтесь. И у вас все получится. Так. Я кив правого робота по спорту. Я занимаюсь на функциональных занятиях адских таких, знаете, где мы делаем все с канатами, с какими-то страшными мячами, с какими-то тренажерами. У каждого есть свои истории. Я хожу в зал к тренеру и занимаюсь по его программе. Найдите своего тренера и занимайтесь по программе. Я не занимаюсь в Ютубе. Мне нужно, чтобы меня жестко держали. Я вообще за жесткость. Знаете, мне очень нравятся жесткие тренеры. Я об этом все время говорю. Мне нравятся жесткие люди. Все, мы включились. С такими людьми интересно, с такими людьми стыдно им проиграть, потому что у тебя с ним включаются соревнования, хочется достичь и добиться его похвалы, потому что он сильный и тебе хочется, чтобы он тебе в конце сказал, ты молодец, блин, или сказал тебе, фу, ты тряпка, ты галима работаешь. Нет, тебе хочется этого. Поэтому я вот всегда выбираю себе таких людей в окружении, в тренировках. Я не люблю таких, знаете, ой, ты молодец. Нет, я люблю, когда так, эх, так, жизнь такая, как мы умеем ее сделать. Да, я сама, я себя знаю, но вот мотивирует меня двигаться. Умеете ли вы высшее образование? Да, я имею высшее образование. Я закончила университет культуры, а специальность у меня диктора, ведущая телевидения и актриса кино. Такое, смежное. А почему актриса кино вообще там, я не помню, каким боком вообще она там вылезла как-то смежненько. Ну да. Какая у вас чудовая украинская мовая? Так, в мене дуже гарная украинская мовая, потому что я займалася сценичной мовой и училась, как разговаривать вирно, выговорюючи мне кажется, это он под это, подупаковывал наш ректор, знаете, какие-то там заодно, заодно что-нибудь. Да. А еще я могу говорить на русском, недавно с Евой учила, но уже, наверное, вряд ли сейчас. Клара у Карла украла кораллы, а Карл у Клары украл кларнет. Не крала у Карла Клара кораллы, а Карл у Клары не крал кларнет. А? Смогла! Очень много учила, на самом деле, скромову. У меня потрясающий педагог был по сценической речи. Вообще, я считаю, что если ты что-то делаешь, что ты должен делать, это очень круто. Или не делать вообще. Именно поэтому мои дети столько тренируются. Я им говорю, дети, вот смотрите, если ты танцуешь, ты должна быть первой, классной, такой, чтобы ты выходила на паркет и все писали кипятком. Или нахрен вообще не надо никак. То есть нет смысла быть половинкой в жизни. Нету. Ты должен быть на соточку. Причем на соточку для себя, сегодня. Не соревнуясь с другими, для себя. Ты должен выходить и знать, что ты офигенный. Сегодня. Вот. А завтра ты уже плохой. Завтра тебе нужно быть новым. Я стараюсь тоже это делать. Поэтому я все время реформирую свой рерайтер жизни. Я все время реформирую себя. Я все время реформирую других. Это, кстати, несносный момент для моего окружения. Я как человек, который все время нажимает на кнопку вкл. Знаете, вот люди, которые рядом со мной находятся, им постоянно приходится чувствовать, как я жму на вкл. Я даже этого не хочу. Но я постоянно им задаю вопросы, что ты сделал, какие у тебя результаты, какие у тебя цели, почему ты тут... Я думаю, господи, Оля, заткнись, заткнись, пожалуйста, не надо об этом говорить. И если бы, наверное, мой муж не был таким же, как я, мы бы уже 300 лет назад развелись. А поскольку мы оба такие, ну, не то чтобы такие, но мы оба растем. Он другой, конечно, но мы оба растем, поэтому нам вместе интересно. Так, купила бумагу 4 шара. Ага, класс, огонь. Жалко теперь пользоваться, класс, да. Эта темка хорошая. Вы удачно вышли замуж? Я прекрасно вышла замуж, замечательно, идеально вышла замуж. Давайте, девочки, кто тут в теме? У меня муж, богатый олигарх. Он дарит мне каждый день дорогие подарки, дорогие машины. Вот это уже восьмая моя машина. Покупает мне аудиторию в Инстаграме. Иногда говорит за меня, я просто рот открываю. Ведет все за меня, зарабатывает за меня деньги. Я просто делаю вид, что я умна. Да, мне очень повезло. Все так и есть, друзья. Все так и есть. Так, вы всегда были такой, какая вы сейчас? Нет, конечно. Я каждый день новая. И вы тоже каждый день новая. Мы не можем быть такими всегда. Мы постоянно меняемся. И знаете, в чем фишка? Фишка в том, что мы все равно меняемся. Но мы можем меняться и определять, какими мы хотим быть, или можем меняться просто. Ну, смотрите, очень просто. Если посмотреть на вас 10 лет назад внешне, то вы были одной, а стали другой или другим. Но, например, если я для себя решила, что я буду стройной, красивой и подкачанной, то эти 10 лет я тренируюсь, слежу за своим питанием, фигурой и так далее. А если я этого не делаю, не приняла это решение, то я все равно буду другой. У меня будет другая фигура, другая внешность. Но вопрос какая? Если у вас есть цель на то, чтобы оставаться молодой, энергичной, то вы будете придерживаться этого плана. А если у вас нету плана, то вы все равно изменитесь. Но это будет неуправляемо. Точно так же, как когда вы садитесь за руль, если вы знаете, куда вам ехать, или вы вызываете такси, вы доберетесь до той точки, которая вам нужна. Вы знаете, куда вы едете. А если вы просто будете кататься, то движение будет, вы куда-то переместитесь, но это будет уже немножко другим. Вот и все. Так. Бугиня. Спасибо. Какие у вас отношения с родителями? У меня чудесные отношения с моей мамой. Мой папа умер. Сережин родители, к сожалению, тоже умерли. Вот. Поэтому с мамочкой у меня замечательные отношения. Прекрасные. У меня очень классная мама. Очень классная. Так. Спасибо. Как вы относитесь к тому, что большой спорт очень гробит здоровье в будущем? Я отношусь к тому, что это ваше убеждение. Я вот, например, считаю, что отсутствие работы гробит не в будущем, а гробит сейчас. Что когда человек не развивается, и когда он не может найти себя в жизни, ничего не хочет, у него нет энергии, силы, целей, это гробит гораздо больше. Я знаю огромное количество коллег, в прямом смысле по улицам, которые не имеют никакого отношения к спорту. И при этом у них нету зубов, у них нету рук и ног. Поэтому я считаю, что это все убеждения людей. Я уважаю спортсменов. И считаю это самые крутые работники, сотрудники, бизнесмены, люди. Это люди с сумасшедшей закалкой, характером. Люди, которые умеют достигать своих целей. И люди, которые работоспособны настолько, что можно просто снять шляпу. Поэтому я всегда за спорт, всегда за спортсменов. А уровень всех этих моментов, поверьте, от спорта не зависит. Вы можете идти, споткнуться, сломать ногу, оно у вас криво срастется, вы будете себя жалеть, и в итоге решите, что теперь вы будете ходить и просить деньги возле машин. Вот и все. Поэтому одно другого не берите в голову дурацкие убеждения. Не создавайте их. Если боязнь старости, ну, бойтесь, что я вам могу сказать. Умрите, молодой, пойдите покончите жизнь самоубийством. Благодаря видео Ольге поступила в ВУЗ. Хорошо. Какую музыку слушаете? Какую-то. Включаю что-то иногда и слушаю. Нету такого, чтобы я там сидела и что-то выбирала. Случайно попала на ваш эфир, не могу оторваться. Ох, Александр, даже не знаю ничего о вас, но мне определенно нравится ваша энергетика. Спасибо. Видите, я вам хочу сказать так, что ко мне никто просто так не попадает, от нас никто так просто не уходит. На самом деле вы притянулись. Что-то в вашей голове сегодня было или сейчас есть, я вам сейчас расскажу, и вы думаете, мне надо что-то в жизни поменять, мне нужно что-то сделать. Возможно, вы стоите сейчас, сейчас как гадалка сэра, перед принятием какого-то решения. Поэтому я вам зачем-то тут появилась, вот поверьте мне, не просто так. Вот точно вам говорю, я вообще просто так ни в чьей жизни не появляюсь, клянусь. Вот просто. Поэтому посмотрите. Что-то я вам сегодня дам ответ на вопрос, не знаю как. Так, в чем-то похоже на вас, вижу в коллективе свое лидерство, также львицы на меня недолюбливают в коллективе, плохо то, что я очень ранима. А вы не пытайтесь, что вас любили. Вы создавайте свой коллектив, свое окружение. Вы знаете, каждый раз, когда я пыталась войти в чей-то коллектив и показать всем, что я хорошая, каждый раз на меня навешивали какие-то ярлыки. И я вам скажу больше, по сей день это где-то продолжается, в каких-то может быть родительских коллективах, я не знаю. Я больше этим не занимаюсь, я больше не пытаюсь кому-то нравиться и быть в коллективе. Я создаю коллектив вокруг себя. Это получается гораздо лучше. То есть это удивительный момент. У меня был опыт бизнес-партнерства в бизнес-клубе. Я пришла в чужой бизнес-клуб и должна была всем доказывать, что я хорошая. Я в итоге ушла из этого бизнес-клуба. Я пришла туда как совладелец, как партнер. Я ушла оттуда, и вокруг меня сформировалось, как всегда, прекраснейшее сообщество, которое меня любит, обожает и которое обожаю я. И мне не нужно доказывать, что я хорошая. Поэтому создавайте свои миры. Если вы лидер, вы не встроитесь в другой коллектив, вам это просто не надо. Создавайте свой. Все. Во что вы верите? В себя. В свои мысли, в свои желания, в то, что я в состоянии управлять своей реальностью и в то, что я из части Вселенной, как и каждый из вас. Ваш муж вас ревнует? Я надеюсь, что да. Я очень надеюсь, что он не относится ко мне, как к траве. Есть установка быть счастливой, если больше ничего не хочу и не хочу ничем заниматься, только быть счастливой, и все. Это не норм. А что для вас есть определение счастья? Вы для себя определите, что значит быть счастливой. И, наверное, норм. Как вы решите? Случайности не случайные? Да. Работаю, работаю, ничего хорошего. Тоже ваше убеждение. А вы задаетесь себе вопросом, а что я хочу? А если бы я могла жизнь свою сделать другой, какой бы я ее сделала? Чем бы я занималась? Кем бы я была? Как бы я реализовывалась? Сколько бы я жила? Вам надо на рерайтер. Когда вам не приносит что-то радость, нужно понять, а что бы вам радость приносила? Нужно начинать всегда со своих желаний. Не с того, где вы оказались, а с того, где бы вы хотели оказаться. Потому что оказались вы здесь именно по той причине, что вы это сделали неосознанно. Вы что-то о себе думали, и вы это притянули. Ваша реальность является отображением ваших мыслей и ваших энергетических вибраций. Вот так. Так, как повысить самооценку? Опять-таки, увлечься собой, решить, кем вы хотите быть, что для вас интересно, какие у вас ценности, и сконцентрироваться на себе. Не пытаться понравиться другим, не пытаться каким-то образом соответствовать ожиданиям, а сосредоточиться исключительно на себе, решить, что для вас сейчас интересно, и полностью на это обратить внимание. Поверьте, в какой-то момент вы повернетесь и увидите, что мир вокруг вас изменился, и вам больше не так важно, что думают о вас другие. Вы увлечены собой, вы себя уважаете. У нас низкая самооценка, когда мы не знаем, за что себя уважать. Так, вам вернули ваш Apple Watch? Нет, я купила новый. Меня никто не ценит, как быть, потому что вас никто не должен ценить. Вы сейчас считаете, что кто-то должен вас ценить. Вы сами себя начните ценить. Вас не могут ценить до тех пор, пока вы сами не понимаете свои ценности. Так, вы и правда не так просто появляетесь. Спасибо за то, что есть. Спасибо огромное. Так, спасибо за ответ. Рады виртуальному знакомству. Вы супер, спасибо большое. Вы проходили марафон Блиновской? Нет, никогда. Сгусток энергии. Спасибо. Сохраните эфир. Мы сейчас будем с вами заканчивать чудесный эфир, потому что я уже смотрю в сторону, должны сейчас выйти мои дети. Все, сигнал вернулся. Друзья мои хорошие, спасибо вам большое за то, что вы со мной побыли. Мне очень приятно. Я буду всегда вам благодарна, если вы оставите пару слов об этом эфире, чтобы другие люди могли знать, хорошен или нет. Может быть, кому-то я сегодня тоже пригожусь. Начинайте всегда с себя. И помните о том, что не важно, что о вас говорят другие, думают другие, чего они от вас хотят и чего ожидают. Задайтесь главным вопросом в своей жизни. Я чего хочу? Я какую жизнь хочу? Я вам точно могу сказать, что если вы со мной будете какое-то время находиться, посмотреть мои эфирчики, у вас выработается четкое понимание того, в какую сторону вам нужно двигаться. А если захотите серьезных изменений, рерайтер жизни, я надеюсь, будет для вас открыт. Все. Люблю, целую. Пух. Кстати, кто новенький, у меня сейчас в сторис лежит книжка. Почему ваши мечты не исполняются? Не поленитесь зайти ее и скачать. Почитайте, посмотрите. Плюс к вам начнут приходить еще ряд моих материалов, которые вам будут полезно изучить. Все. Обожаю, люблю, целую. Спасибо всем большое.